добрый вечер друзья у нас вечер у вас возможно утро соу и доброе утро сегодня я у нас вечер время сейчас быть точными 9 часов без пяти и в такое достаточно не раннее время я еду в волмарт мне нужно купить жаропонижающие потому что она закончилась и а дети продолжают болеть ну сейчас пока что только еду продолжают у нас а вот заодно решила воспользоваться возможностью и снять видео для вас по запросу меня спрашивали про подушки и одеяло для новоприбывших я понимаю естественно вопрос исходит из того что люди ищут что-то бюджетное естественно то есть скорее всего люди собираются приезжать или возможно уже здесь и как бы хотели бы узнать какие-то рекомендации и советы на эту тему что ж это видео именно для вас оставайтесь итак сколько людей столько и мнений то что рассказываю я не является каким-то правилам однозначным и бесповоротным то есть возможно другие люди которые думают иначе но мое мнение на такой на этот счет следующее когда чек приезжает он еще не знает конкретно что конкретно ему нужно будет как служится его обстоятельства жизненные и так далее но какие-то базовые вещи для жизни ему конечно же нужны и знаете вот многие говорят нужно покупать качественно и надолго вот что касается знаете вот подушек и одеял однозначно могу вам сказать что ну по крайней мере здесь это правило мне кажется абсолютно неприменимо вам на первое время нужно куда-то приложить свою голову давайте скажем так подушки даже если они супер качественные их все равно нужно менять раз в несколько лет потому что сегодня ну нету качество которое позволяет вам подушки служить вечно и ну что поделаешь такое вот нынче производство производство даже качественно оно все равно не долговечное мы сейчас едем по немножечко новостройкам поэтому здесь недостаточно света и очень много домов но они еще темные светятся но скоро здесь уже жизнь забурлит вот ам поэтому вам нужно бюджетный вариант выбирать для себя и я вижу однозначно те два места которые вы найдете в любом месте канады но практически в любом месте канады в любой точке канаде это два места первое место это волна куда мы направляемся сейчас второе место это икея и он немножко больше покажу на сайте икеи потому что физически в ближайшие дни туда не собираюсь направляться и так это две сети которые достаточно бюджетные для иммигранта например моя мама бы конечно меня сейчас засмеяла но она вы знаете сейчас имела такой экспириенс у нее был такой опыт у них недавно буквально недалеко от ее дома открыли икею и она к боже мой кей инка моя все время в икеи все покупает и все вокруг все это такие любят я поеду там себе там посмотрю полочку туда-сюда она вышла оттуда в шоке потому что цены оказались достаточно высокими она ожидала что это будет ниже то что в принципе икея считается мебелью бюджетной для студентов там ну не то чтобы малоимущих но действительно для не очень обеспеченных людей хотя это достаточно ошибочное мнение там действительно есть дорогие вещи иногда ты смотришь на вещи думаешь господи может быть я пойду специализированный мебельный магазин и куплю там более качественную вещь за за эти деньги но для многих шоппинг в икеи это своеобразного рода ритуал даже будем говорить так ритуал потому что действительно просто пройтись погулять посмотреть взять для себя какие-то идеи для своего дома не обязательно что-то купите хотя обычно какие-то мелочевки на первом этаже вы купите просто пройти с детьми там по детскому отделу поиграться завернуть там в ихний ресторанчик чего-нибудь перекусить легкого то есть это своего рода ритуал и поэтому люди туда дойдут для нас в канаде икея является бюджетной сетью я вам скажу что это действительно намного выгоднее покупать в идее чем в другом магазине смотря что конечно но в общей в общей сложности это магазин для иммигрантов так будем говорить я могу вам даже сказать что вот простой вывод я сделала я покупала ежики для унитаза простой пример да ежики для унитаза я пошла естественно куда я пошла в долларам но что оказалось оказалось что ежики в доллараме дороже чем ежики в икеи вот вы будете смеяться в икее они были дешевле по моему там на полтора доллара то есть понимаете нужно знать что и где и брать но что касается мы возвращаемся длинное вступление к подушкам и одеялом и подушки одеяла достаточно неплохого качества можно купить в волмарте там волмарт вы знаете это национальный магазин я его очень люблю его любят очень многие американцы особенно это очень хорошая сеть для семейных людей то есть там американцы производят вообще большинство своих покупок потому что там можно купить как продукты так и в общем то но все для дома как говорится все под одной крышей то есть это в принципе как костка только очень 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 бюджетное там не нужно покупать в большом количестве для того чтобы получить вот эту вот скидку дороги уже пустые такие даже непривычно но что приятно что волмарт работает в такие время время позднее даже уложив детей можно приехать и спокойно купить все что тебе нужно они работают обычно до 11 часов даже до полдвенадцатого тебя не выгоняют из магазина подушки можно найти подушки даже за 2 доллара за подушку понимаете то есть если вы приехали денег у вас в обрез реально то есть люди которые по рабочим визам приезжают у которых в принципе ни копейки за душой они рассчитывают только на ту зарплату которую они в принципе еще ни разу не получили но им уже хотя бы нужно на чем-то прилечь пожалуйста подушки за 2 доллара они кстати по моему есть как в икеи так и в волмарте что к вам ближе обычная ки расположена также в таких местах куда можно добраться на автобусах пожалуйста за 2 доллара подушки можно купить сейчас мы заедем волмарт и я конечно постараюсь вам показать что я не голословно что действительно таки это есть я сама вам честно скажу покупая подушки за 2 доллара очень часто особенно для гостей знаете или как вторая подушка знаете я люблю высокие подушки и поэтому но чтобы они были при этом мягкие поэтому если вы берете мягкую подушку она все равно приплюскивается знаете на каком-то этапе атаку берете 2 одну хорошую например очень супер качественную а вторую например подешевле и она вам служит как для помощи подушка 2 для для подкладки короче вот и и так вот мы приехали уже волмарте вот так что подушка за 2 доллара хотя бы вам уже есть где приложить голову одеяло я вам честно скажу никогда даже не проверяла я знаю что здесь есть и постельные наборы и покрывала то есть вы можете купить покрывала но он будет служить как одеяло ночью как покрывала днем прикрыли от кровати она аккуратно застелено на первое время мы говорим про бюджетный вариант опять-таки всегда можно прийти купить дороже когда у вас есть возможность для этого и магазина искать не нужно их целая куча а именно дешевый вариант сейчас я вам покажу поехали по факту вы говорите если я уже иду просто чем показать 4 доллара пожалуйста за полотенцем ребята достаточно большой потенциал посмотрите он реально большой длинное полотенце вот она идет на читайте на три полки магазинах четыре доллара пожалуйста полотенце даже четыре доллара не просто я не знаю что выгоднее вести если у вас новые наборы хороших полотенец вы можете взять но даже вот даже у вас есть дабл куин то есть есть две наволочки и и покрывала семьдесят восемь долларов это вот такой набор есть дешевле вот постельная набор а здесь просто две простыни тридцать восемь долларов вот две наволочки и под одеяльник двадцать семь долларов и это по скидке потому что она была дороже сейчас вот здесь разные наборы все в пределах пятидесяти долларов сорока долларов вот это просто теплое одеяло кинг это очень большой размер но правда цены здесь не вижу 70 сверху есть но я не знаю что сколько где стоит так в общем короче набор и есть идемте в подушке вот это просто флизы здесь 16 долларов есть 25 коттону как ты катоновые разные вот просто простынки 1 значит это просто простынка 15 долларов так это широкие подушки это просто вот одеяло 100 долларов 100 долларов но я не знаю это вот за 90 долларов так это что у нас дабы queen то есть это двойное двойное на пару 90 долларов одеяло вот queen за 70 долларов одеяло дальше протягиваем так вы им вот еще какой-то за 54 за качество не отвечаю конечно это не пуховая но на первое время накрыться у вас уже есть чем так но это уже защита матраса здесь пошла наволочек протекторы разные пила protectors и даже не знаю что на подушке на самом деле есть протектор и вот узнала недавно идемте посмотрим подушки так поехали подушки тут какая-то за 17 у меня цель показать вам самую дешевую подушку 10 долларов 8 долларов 8 долларов чему зако играет сегодня нету очень дешевых вот я беру вот такие 5 долларов нет вот такие вот у меня в полоску 5 долларов они вот 4,97 вот 3,50 подушка вот по 8 по 10 в общем здесь музыка много вам я просто вам буду показывать цены а вы смотрите вот вот сейчас мы в костка здесь подушки конечно уже пуховые а здесь есть две цены 35 и 20 долларов вот у меня и наверно вот эти за 20 у меня такие я когда-то брала им уже в принципе больше двух лет я довольна но они все равно желтеют немного их надо стирать да это great пил даже не знаю какие это комфорт силки софт машин вошеду да я их машинки мою правда тяжело машинка часто останавливается машине становится тяжелыми на общем вот здесь два вида подушек а там еще какие то есть а ну посмотрим здесь тоже есть у них белье вот наборы за 80 долларов за 90 это king size это queen queen size king size 90 89 77 99 у нас кстати queen дома у нас queen и и вот подушки еще какие то есть вот тоже может машинка моются вот за 1799 1799 и опять какие то подушки за 3799 это покрывала постельного сейчас видим что это по скидке потому что с краю стоит 2299 micro fiber тепленькая видимо зимняя может быть и нет и короче дай подушки за 25 долларов еще там были в общем да вот у меня за 25 вот такие у меня помню за 25 я брала вот такие да вот эти вот за 25 это что такое кит сакс это какие то носки носки как сюда попали непонятно вот сюда и засунем их разбирать уборщики то есть работники а это накидка на матрас 25 долларов в общем короче вы поняли по подушкам пока что лидирует у нас икея и 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